Всем привет! Мой сегодняшний обзор посвящен моему вчерашнему походу в Эфраше в Ярославле и в другие магазины вместе с Аленкой. Аленка, если ты меня смотришь, тебе привет! Если вам интересно это видео, то продолжайте оставаться со мной. Ночной обзор с покупки в Эфраше. Так, я покупала вот этот вот шампунь специально для своей подружки на Новый год. Это не будет сюрпризом, она его хотела, я знала, что она его хотела. Самое прикольное, что на витрине был написан, что шампунь сделан во Франции, я специально посмотрела, все шампуни были в России. Это гомомелис. Он уже был несколько раз у меня в обзорах, он в принципе хороший. Нежный шампунь с гомомелисом, без силиконов, без парабенов, без красителей. Нежность. Для всех типов волос. 300 мл. Кстати, я его все-таки понюхаю, чтобы просто иногда шампуни, сделанные в России, в Эфраше, они отличаются и по запаху, и по консистенции. Он тоже немножко пахнет такой травой, но все-таки действительно отличается. Ну да ладно, ей по-моему достался в первый раз именно такой вариант, именно в таком флаконе уже новом дизайне. И она была довольна. Вот этот шампунь, вот он уже не полный, я его сегодня пробовала. То, что вышло в Эфраше, по-моему, в начале этого года, крем-шампунь, который не пенится. Тот, на который, как говорила Аленка, странные отзывы двояки, никто не знает, как им пользоваться. Я им сегодня мыла волосы. Вот. Волосы довольно мягкие, чистые. Сохло стабильно, как и от обычного шампуня. Он мне понравился, конечно, выдавливается, но чуть побольше, потому что нужно наносить полностью на волосы по всей длине, немножко помассировать. Он действительно нифига не пенится, он кажется какой-то такой маской, чем-то напоминает средней консистенции зубную пасту. И смывается вполне легко, и волосы, конечно, не скрипят, но ощущаю, что они действительно чистые. Что тут у нас? Боярышник Био и биорастворимая формула, содержащая более 99% компонентов. 200 мл. Мягкий крем для мытья волос. Растительный уход для волос. Вообще, я думала, что он только для сухих, но я думала, он для всех типов волос, потому что у меня жирные, и в принципе, они отлично выглядят. До сентября 2018 года сделано во Франции, действительно сделано во Франции. Я не знаю, будет ли там видно компоненты состава. Он, я попробую его показать, чуть-чуть выдавить. Вот такой вот, беленький. Он довольно такой между кремовым и немножко жидким таким кремом. Ну, конечно, не таким жидким, как у меня из обзора про жидкий крем зеленый от... Я не помню, как она назвалась. В фикс-прайсе он продавался. Флорисанс, кажется. Ну, в общем, вот такой. Я не думаю, что его хватит сильно много, потому что вот уже столько использовалось только за сегодня. При том, что у меня волосы довольно... Ну, не сказать, что они сейчас длинные, учитывая, что в субботу подстриглась. Кстати, Женечка подстригала меня. Если ты меня смотришь, привет тебе. И рекламирую Женечку, если вы будете в районе Углича и решите подстрижься. Женечка вас прекрасно подстрижет. Вот такой. Я его хотела, он мне достался по скидке вообще. Первую покупку я делала в магазине Аура в Ифраше. И по кодовому слову Мама, где за покупку от 490 рублей давался подарок. Вот подарку я потом перейду. Такс. Это у нас сампуньки 2. Это гелик. Он, в принципе, можно сказать, что с какой-то стороны это новинка. С какой-то стороны он повторяет. Два года назад было уже в Ифраше. Это карамельное яблоко. Но тогда я, кажется, не успела его купить. Я даже не помню, может было оно кремовое, как карамельная груша. В общем, гель для душа карамельное яблоко. Я его даже еще не нюхала, соответственно, не пользовала. Кстати, пахнет довольно вкусно. Таким бывают такие сорта яблок, похожие на груши. Вот, скорее всего, им. Насчет карамели не знаю, но вкусненько. И, кстати, сделано во Франции, что радует. После открытия упаковки хранить его 6 месяцев. Срок годности у него до 6-го 2018-го. Свежесть яблока в сочетании с лаковыми нотками ванили. Вот. Такс. И что мне тогда было... А, на кассе мне посоветовали. Вот такой бальзам. Это из новинки новогодней лимитки. В общем, я сейчас его... Он... Когда я сказала, что у меня вообще-то есть уже бальзам с вишенкой, они сказали, это 99 рублей. И что? И он прозрачный. С вишенкой мне больше понравился. Он увлажняет губы. И этот увлажняет, но через какое-то время губы сохнут. Я вчера его с Аленкой затестила. Он мягкий. Конечно, он действительно прозрачный. Тут ничего не увидено. Вот он вот такой. Но мне эти бальзамы больше нравятся, чем прежний дизайн. У них и фрошевские эти новинки, и просто новогодние новинки. В прошлом они были какие-то немножко суховатые, крепкие, твердые. Ну, в общем, у меня стоит где-то еще малина с шоколадом. И она до сих пор еще где-то на одну треть только запользована. Вот такой вот. Тут от него, по-моему, бумажечка. Да. Это лимитированная коллекция пряные цикаты. Питательный бальзам для губ, апельсин и миндаль. Вот. Не знаю, там, конечно, будет видно что-нибудь или не будет. Вот такой. Это мой покупочка была. По кодовому слову мама. И в подарок шел вот такой скраббикс. Плезирный тур. Лимитированная коллекция. Это гель-гамаж для душа яблока. Они с 200 мл. У меня такой есть лимон и базилик. Я немножко его пользовала. Он мне понравился. Он такой мягкий. Вот тут такие зернышки. Вообще, мне кажется, он похож на киви выдавленный. Он запечатан. Его не вскрыть пока. Но мне как гель для душа яблока очень понравился. Он напоминал мне даже такой дюшес. И у меня даже второй флакон есть. В общем, если будете брать вы фроши что-то и у вас есть карта, то называйте кодовое слово мамы. Набирайте на 500 рублей. Получайте вот такой шикарный подарок. В принципе, неплохой. Еще на мне потестировали духи новинку. Зафоткали меня. Попросили, можно мы вас фоткаем. За то, что мы вот тут вам презентуем новинку эликсира. Дали пару пробников. Один я отдала Аленке. Другой у меня где-то валяется в сумке. Я его не нашла. Ну, или плохо искала. И вот такую книжечку. Там всякие рекламные были брошюрки. Вот типа вот такой. Ну, мы не зашли в эту. В контату. Я привыкла, что мне девчонки присылают в подарок к контату. Я примерно знаю, сколько она стоит. И 15% на скидку. Это, ну, конечно, может она какая-то действенная. Но что-то мне как-то не захотелось. Так. И вот такая книжечка у Аленки. Такая же действует до 7 января. Тут можно что-то купить. В подарок себе там как-то выбрать. Ну, у меня уже вторая такая книжечка. За полтора года пользования оффлайновым магазином Эфраши. Я пока не поняла, какие пользоваться. Не знаю, буду ли я еще приезжать в Ярик. И успею ли я по ней что-то купить. Ну, вот так. Аромат мне на удивление очень понравился. Эфрашевский эликсир. Я вообще эликсир не люблю. Фиолетовый я вообще не поняла. А эти два первых мне приходило много в подарок. Я их обычно раздаривала. И для меня они пахли пластилином. Я тут так как-то показала. Не знаю, видно вам или нет. Вот эта обезьянка, которая у меня тоже есть уже. Вот. Это мой подарочек такой. Заказик. Получилось так, что я в Ярославе ездила в библиотеку для слепых. На типа литературный конкурс. Но потом выяснилось, что то ли мою работу потеряли. Но не суть. Я не особо расстроилась. Точнее даже обрадовалась, что мне не придется сидеть 2 часа. Непонятно, что слушать. А люди явно хотели меня унизить. Или что-то в этом роде. Это как раз вот ответ на вопрос. Потом я сниму это видео, где много вопросов. Мне кто-то в комментариях писал, просил. Я вчера с Аленкой поговорила. Узнала, что бывает такое видео. Я вообще сначала не поняла, о чем речь. Потом мы встретились с Аленкой. Ну и пошли еще по магазинам. Я ездила вообще. У меня была... В принципе, мне нужен был повод, чтобы поехать в Ярославль. И эта библиотека как-то была поводом. Правда, это было все спонтанно. Мы 6,5 часов гуляли с Аленкой. Меня даже родня уже потом вызванивала, где я есть. Я ездила за словарем. Я, конечно, хотела немножко другой словарь на 120 тысяч слов. Но у нас в Угличе кто-то его уже купил. Хотя я просила отложить в магазине. Ибо карту не принимали. И наличка что-то у меня была тогда меньше, чем надо. А здесь словари цены ого-го. Словари не совсем то, что мне нужно. Я искала вообще слово холодильник, чтобы оно переводилось с английского. Ну, это чисто из-за манги. И просто потому, что современный этот язык разговорный. Я не думаю, что кому-то это особо интересно. Просто он как покупка. Стоил он мне 186 рублей. Тут 40 тысяч слов. Слева направо, справа налево. Так сказать, с русского на английский, с английского на русский. Так, мой второй. Потом мы пошли в Уфраше. Моя вторая покупка. Это вот эти духи. Обошлись они мне в 665 рублей. Я думала, что они где-то стоили 110. Где-то сейчас стоили такие 15 миллилитров дужки. Оказалось, они стоили 950. Я тут думала, что у меня скидка такая огромная. Эту хетти. Правда, я сегодня пользовалась розой. Потому что у меня был гель для душа роза. Остатки там и франшевские. Утро в саду и молочком розой. Ну, и, соответственно, духи розы, которые сейчас для меня пахнут, как роза с черным чаем или даже роза с пуэром. Не самой розой. Вот именно такое сочетание. Они очень классные. Тут как бы, насколько я помню, должно быть абсолют ирис, абсолют ванили и эссенция почули. Я не знаю, что в самом эликсире. Может быть, именно это почули самое. Но мне очень нравился в свое время эликсир. Точнее, не эликсир, пардон. А ирис. Ирис нуар. У меня даже он стоит еще. Но его сняли в эфраше. И вот это сочетание и ванили, и ириса, и почули. Ну, в общем, зимний такой аромат хороший. Не сказать, что он тяжелый. Он между нежным, сладким, такой обволакивающий. Чудесный аромат. Именно что зимний. Теплый такой. Вот такое вот. Меня порекламили. Я купила. Это... У меня было там два приложения. По одному бокальчики в подарок. Но мне бокальчики не нужны были. И второе ЭКО. Должны были давать ЭКО-сумку. Но ЭКО-сумки у них не было. Поэтому они мне заменили на такой блокнотик. Он у меня был как-то уже в отзывах. Точнее, в обзорах моих. Для Женьки он пришел в подарок. Но теперь будет у меня. Может, пригодится что-то записать. Тут вроде как должен быть календарь. Сейчас все-таки его открою и гляну. Такая ленточка. Резиночка. Тут. Вверх ногами открыла. Да, тут календарь. Что-то еще такое. Ну, классическая такая записнушка. Это вот второй подарок от Эфраше со второй покупки. В принципе, неплохо. Потом мы посидели в кафе. Кстати, классное кафе. Обменялись подарками. Таленка мне такую водичку из ее обзора. Я ее сегодня уже пользовалась. Кстати, хорошая водичка. Хороший тоник. Розовый. Это Эйвен. Сияние. Лепестки розы. Тоник для лица 150 мл. Так, это из Dolce Milk. Крем для рук. Пахнет персиком. Точнее, абрикосом. Я его вчера пользовала в самом прямо кафе после, так сказать, мытья рук в туалете. В общем, он такой клевый. Вот. Такой кремик. Такой, ну, классический такой кремик по консистенции. Да, тут не смотрите, я вчера случайно я руку поранила. И у меня вдруг вроде как не текла кровь и снова пошла. И зеленка вся смылась, и ее присмылся. 50 мл. Пахнет абрикосом. Очень похож на ифрашевский абрикос молочко. Там для тела такой дезик. Точнее, не дезик, это туалетная вода. И гель для душа. Это гель для душа, кстати, фаберлик гиацинт. Пахнет действительно и гиацинтом, и сиренью. Шикарный. Очень. Я вылила несколько больше, чем нужно. Привыкла просто, что от ифрашевских гелей иногда просто лью, потому что мне так нравится, хотя там на поменьше. Или от ивановских гелей, когда льешь и льешь, пены как-то нет. От пеней я привыкла. Он шикарный, он клевый такой, он нежный. Вообще, очень мне понравился. Спасибо тебе, Аленка. И ивановская. Пряная корица и ваниль с эффектом мерцания. Двухцветный лосьон для тела. 150 млр, прошлого года издание. Это из запасов Аленки, как она сказала, это уже снятость. Пахнет он, кстати, унюхала. Пахнет он приятно. И ванилька еще чем-то. Вот такой вот. Он похож, как у меня, из поменяшек. Был в последнем моем видео, где про чай я говорила. По запаху. Но он у меня пока пойдет в запасики, потому что я пока пользуюсь тем ивановским. С блесками или с чем-то таким. Крем-суфле для тела. И фрашерским молочком с розой. Так. Еще. Вот это я покупала в Рейф Гоши. Обычно я там, ну, вообще была я там три раза в жизни. Один раз когда-то в Петрозаводске с подружкой. Она там что-то хотела, смотрела, уж не помню. Один раз с Аленкой первый раз. И вот она меняла там, кажется, золотую карту. В этот раз я даже купила что-то. Это вообще Асмантус. Это Адопт. Первый раз вообще-то слышу про такую фирму. Это вода до парфюм. Парфюмерная вода. Обошлась она мне в 299 рублей. Так как была последняя по скидке. Из Франции, кстати. Ой, тут у меня уже пальцами я смазала. Но она, по-моему, была до 2019 года аж. Срок годности у нее. Из-за эликсира я ее не очень сейчас чувствую. Но она приятная, довольно на вкус. Там что-то между цитрусовым. Она даже желтенькая такая. И действительно с мантусом. Не знаю, напоминает ли она мне и франшевскую. Со смантусом. Потому что надо доставать, тестировать и нюхать. Ну и сказали, купите что-то еще. Аленке купили мы лак. И вам выдадут такую карту. Теперь у меня есть такая карта. На ней 388 Ре. Если я там до 10 тысяч, как было сказано на обороте, и в магазине наберу, то мне обменяют на золотую. У нас Ревгоша нет. Есть, возможно, в Рыбинске вроде бы. И в Ярославле. В Рыбинске я не езжу. Или езжу очень-очень редко. Я там не ориентируюсь, сколько бы ни было. Но в Ярике, когда-нибудь поеду еще погулять, соленка. И думаю, зайду туда что-нибудь куплю. А это мы уже купили, кажется, в Улыбке Радуги. Помада. У меня закончилась и франшевская красная. Так, сейчас гляну. У меня там записи-то еще есть. Да, еще есть время какое-то. В общем, и франшевская красная. Но у них больше не выпускают такую красную помаду. И такую серию просто. Она была нежная, классная, увлажняла губы. Я даже два флакончика уделала. Единственное, что у нее был нестойкий такой стик. И он, соответственно, падал, ломался. Вот у этой он цвет вот такой. Сейчас я его продемонстрирую. Кстати, на мне сейчас он. Ну и еще кое-что. Вот такой цвет. Сама она вот такой вот стик. Обошлась она мне вообще в 35 рублей. Потому что Аленка платила по карточке там. Своей какой-то из улыбки радуги. Стоила она, по-моему, 135, да. Какая-то новинка у них. Единственное, не очень удобно ей пользоваться. Потому что она вот тут как-то кривенько скошена. И даже выдавливаю. Достаю ее вот так, получается, как-то на косе бока проводишь по губам. А она, не знаю, сушит она, не сушит. Я пока не заметила, чтобы у меня особо сохли губы. Вряд ли, конечно, это из-за бальзама, который я поверх наносила. Называется это Дикий Красный Wild Red. Номер 6. Это Intense Color. Фирма ОМ или АМ. Не совсем понятно. Из-под нее вот такая вот фирмивка была. Тоже она запакована. Там что-то мелким шрифтом очень написано. Я не рассматривала пока. Вообще, в магазине было видно, что это сделано в Китае одним снизу. Но второй вариант я не видела. Где там оно сделано? Ну, возможно, действительно сделано в Китае. Но в Китае, в принципе, тоже неплохая косметика. Хотя, учитывая, что сейчас где-то 90% непонятно чего делается в Китае. В общем, она наносится на губы и кажется как-то, ну, матовая скорее всего. Поэтому я поверх нанесла вот этот вот блеск вишневый Арифлейм, который мне Женька как-то дарила. Я как-то его даже демонстрировала. Сейчас попробую его выдавить. Кстати, бальзам высох и вообще не отличается от руки. Вот такой вот. Вот, немножко отличается по цвету, но на губах оно классно смотрелось. Мне понравилось, как это выглядит. Оно не утяжеляет губы и мне не хочется, придя домой, побыстрее это все смыть. Вот, наверное, и все. Я даже не знаю, может, я что-то забыла, но надеюсь, что нет. Вот такой вот обзор. В общем, время мы провели классно. Я думаю это повторить. Если вы меня смотрели и это видео вам было чем-то полезно, то очень хорошо. Ну, наверное, пора прощаться и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok